Приветствую любители Москвы! Вы смотрите передачу застройка московских промзон. И я вам сейчас показываю вид из промзона, бывшей промзона магистральной улицы, на промзону силикатной улицы. Это вот третья магистральная улица, там проходит железная дорога сразу за ней. И вот как раз по железной дороге проходит граница двух бывших промзон, магистральная улица и силикатная. То есть вот недавно я рассказывал, да, буквально пару дней назад про магистральные улицы. Ну а сегодня рассказ о силикатной, о промзоне силикатной улицы. И вот вы видите, там сплошная застройка. Если, соответственно, вот в магистральных улицах все еще только начинается, да, и только еще построили. Недавно там жилой комплекс династии на месте холодильника, жилой комплекс мята на месте комбината ломбардов. Ну в общем-то и все по сути, да, то есть из построенных комплексов. А дальше там только, да, сейчас вот там огромная стройка началась, вот на месте снесенного Хорошевского завода ЖБИ. Ну все это мы видели, да, и сейчас вот Красную Прессию сносят по давышную базу бывшую. И другие всякие стройки, они только-только начинаются. То есть все-таки тут еще хоть что-то, ну хотя бы 2-3 завода работают. То, что касается промзоны силикатной улицы, то там не работает вообще ничего, никакой промышленности. То есть она полностью, промзона уже несколько лет застраивается жилыми домами, жилыми комплексами. Там строится несколько сразу жилых комплексов. И вот они, собственно, перед нашими глазами. Но это вот другая часть, конечно, комплексов. Это вот те, что выходят на Шелепихинское шоссе и на первый силикатный проезд, который вот рядом с железной дорогой проходит. Ну сейчас эта железная дорога называется МЦК, ну а по сути всегда была московской окружной железной дорогой. Ну она и таковой осталась, в общем-то, ну просто ее переименовали зачем-то в МЦК. Ну для краткости, у нас любят МЦД, МЦК и так далее все эти такие аббревиатуры. Ну вот, собственно, здесь и начинается как раз вот эта вот промзона силикатной улицы. Я сейчас иду по Шелепихинскому шоссе, который, кстати, продлили вот туда дальше. Там раньше было... Вот здесь оно заканчивалось, Шелепихинское шоссе, вот на причальном проезде. Вот здесь слева причальный проезд. Вот он. Да, где вот эти здания построили в 2020 году, там в 2015 году. А дальше был первый силикатный проезд. То есть вот здесь Шелепихинское шоссе заканчивалось. Дальше туда уже был первый силикатный. А сейчас его продлили, первый силикатный, ну потому что людям не хочется жить на первом силикатном проезде. И они больше хотят жить на Шелепихинском шоссе. То есть это сделано для, скажем так, маркетингового представления, чтобы как-то лучше квартиры здесь покупали. Что я живу не на силикатном проезде, а живу я на Шелепихинском шоссе. Ну и как видите, здесь сплошная застройка. Во-первых, я так понимаю, что этот проезд его будут расширять. Вон там тоже с той стороны. Ну а здесь вовсю строится жилой комплекс Сердце Столицы. Он называется на месте комбината железобетонных изделий номер 355 и асфальтобетонного завода номер 1. Вот это вся территория между Шелепихинском шоссе, Шелепихинской набережной с другой стороны и улицей Шиногина. А это все, вот вся вот эта большая территория, это все сейчас жилой комплекс Сердца Столицы. Он почему-то называется многофункциональный. Ну, сейчас так модно называть, но на самом деле он, по сути, как говорится, жилой комплекс. Ну а что касается многофункциональности, то она имеется в виду, что там есть школа, детский сад. Ну и магазины всякие разные. Ну, слушайте, ну это и раньше так было. Магазины в жилых домах были практически всегда. Ну, во всяком случае, это такая распространенная практика. Это и в советское время было, так что не так, чтобы прямо уж это что-то такое новое. Ну да, а уж тем более постсоветское время, это в принципе вообще обычная практика сейчас и так далее. Ну, школа, детский сад. Вот, кстати, да, они есть. Да, здесь, видимо, тоже будут строить жилой комплекс, наверное, потом там прием цветных, ну, разных вторсырья тоже был когда-то там находился и так далее. Ну, а это вот, собственно, здесь, а здесь вот на причальном проезде, ну, я уже говорил много раз и показывал, да, здесь находился московский жировой кабинет. И вот здесь началось первое производство майонеза, считается, что именно здесь, на Шелепихе, на производственной площадке Шелепиха в 1336 году началось производство первого майонеза в России вообще, не только в Москве, но и в России. Вот, ну, и тогда это был гидрогенизированный завод, а в 1665 году его переименовали московский жировой кабинет МЖК. Ну, главный корпус там потом расположился, соответственно, в Грайварн, вы прекрасно знаете об этом, да, там где тоже сейчас строится Волжский парк, жилой комплекс. Ну, а здесь был как бы филиал вот по производству майонеза вот на этой территории, на причальном проезде, вот между причальным проездом и Шелепихенской набережной. Ну, сейчас построили вот этот вот жилой комплекс Левел Причальный, но тоже вот я его показывал, типа бизнес-класс, понятно, строит компания Левел Групп, ну, собственно, уже построила 4 корпуса, высотой 33 этажа, огромные такие, да, почти на 2000 квартир. Ну, и, в общем, они уже введены в конце прошлого года в эксплуатацию, так что все, люди уже тут живут, устроят новую школу, я уже говорил, на месте прежней, которую сожгли, еще советская школа была, вот тут находилась. Ну, когда-то еще деревня Шелепиха, потом, соответственно, ее надстроили, но еще обычно советская школа была, ну, а потом ее снесли, приперели в негодность, подошли и снесли, да, теперь строится вот новая школа здоровенная. Вот, ну, так что вот так вот, но это все-таки не промзона, а промзона, она здесь как раз, вот видите, проходила граница по причальному проезду, то есть вот жилые дома, жилая застройка слева, а справа это уже промзона Силикатная улица. Видите, теперь вот левел причальный, ну, и там, соответственно, одна квартирка стоит где-то от 20 миллионов рублей, это такая вот стандартная цена здесь вот практически, да, почти все квартиры, вот, в новых жилых комплексах строят где-то около 20 миллионов рублей, самое маленькое. Ну, если мы, конечно, имеем в виду именно однокомнатные квартиры, то есть не студии, ну, студии, конечно, они чуть подешевле, там, 14, 15, 16 миллионов, такие вещи, ну, сами понимаете, студии, это все-таки, неполноценная квартира. Ну, и, кстати, кредит от 100 тысяч рублей стоит на 30 лет, так что вот в этом левел причальном. Ну, и примерно такая же, кстати, стоимостью других комплексов. Ну, вот остался один-одинешник, вот этот дом на Шлепихинской набережной, я представляю, значит, вот такая школа, видите, будет, представляю, как там мучаются жители, вот эти все стройки, конечно, то есть они тут не прекращаются, и тут огромная стройка, вот на Шлепихинской набережной, когда-то было такое место вдохновения, я очень любил сюда выходить, такая красивая была территория, деревья там росли, вот такое свободное пространство, такие красивые виды были на москварике, там же вот этих жилого комплекса-то не было тогда еще раньше-то, там с другой стороны тоже промзона была, вот это же с другой стороны москварике, вот, ну, а тоже там находились, собственно, строительные заводы, ну, а теперь все, все ликвидировали, значит, и теперь, вот, видите, тут сплошная стройка на вот этой Шлепихинской набережной, я так понимаю, что ее расширяют, ну, и кроме того, также здесь строится мост, автомобильный мост через Москварику строится, вот эта стройка моста, то есть и саму набережную расширяет, ее, знаете, ее расширяют, ее соединяют сейчас вот эту Шлепихинскую набережную, ее сейчас соединяют с Карамышевской набережной, то есть вот эта вот стройка, да, она уже довольно давно идет, ну, несколько лет, скажем так, ее соединяют с Карамышевской, то есть хотят соединить с Карамышевской, ну, а дальше, соответственно, там через Карамышевскую, в общем-то, да, уже, по сути дела, проспект Маршала Жукова, там Рублевка недалеко, в общем-то, можно, ну, в общем, вот так вот соединяют, да, потому что раньше здесь были промышленные предприятия, и поэтому никакой необходимости, понятное дело, так сказать, создание какой-то такой асфальтированной большой набережной, в общем-то, не было, зачем, здесь были производства, на Москве реке там находился причал, промышленный причал, так что, так сказать, часть грузов, она доставлялась и по реке, и отправлялась, и доставлялась по реке, ну, а теперь, видите, строятся вот эти жилые комплексы тут и там, и приходится их как-то связывать, да, чтобы как-то можно, потому что, понимаете, это же получается насущная необходимость, это все системы, о том, что, ну, видите, сколько вот, это все левелы причальные, а дальше там уже вот сердце столицы, все вот это левел причальные, вот эти дома, 4 дома, а дальше вот все, что мы дальше увидим, это вот, вплоть до улицы Шиногина, это все сердце столицы, жилой комплекс, вот, и приходится как-то дня, потому что, ну, вот представьте себе, сколько тут живет народу, ну, просто какое гигантское количество, несколько тысяч человек тут живет в этих домах, уже, да, их будет еще больше жить, потому что еще не все дома пока заселились но писать у всех почти есть машины и как а как вот и понятно что если здесь не набережной продлевать мост не строит а а как это все там первый силикатный проезд и там шлепийской шоссе она просто забьется конкретно там будет просто пробка которую вообще никогда не таскать и не будет рассасываться она будет постоянная пробка то есть там просто не выйдешь не не видишь как но так вот приходится людям выходить ведь как ему обещали такие красивые видо на набережную там все такое помните я показывал даже здесь учеба был репортаж небольшой но нам может где-то пару лет назад может года три назад еще точно не припомню но был репортаж отсюда я еще показывал когда счет жилой комплекс только что строился и вот я показывал на бережном все такие спортивные площадки сделали все такое там но и вот люди в горе вот как вы будете при этом хочу получилось а получилось устроит площадка люди живут фактически на стройплощадке выглядываешь и сплошные вон тут техника работает все огорожено не пройти не проехать и машина тут страдает и люди вот и тут еще кстати говоря проход на так называемый электротранспорт это то что сейчас вот это помнишь все это рекламируй час везде мы видим до метро вот это во всех местах вот это речной транспорт возвращается в город там вот это все такое да вот эти все объявления но вот здесь как раз вот и ходит вот это вот один из трамвайчиков так называемых речных да вот причал сердца столица называется но вот по названию этого жилого комплекса ну специально так назвали чтобы как-то привлечь внимание и до киевского вокзала есть такой вот маршрут получается два маршрута но тут или даже три уже теперь в общем развивает вот это все и вот вот так вот приходится идти вот к этому речному трава чеку вот таким вот образом то есть только учесть такие вот заборы непроходимые раньше там да вот были всякие площадки там и так далее ну а когда-то здесь находился да вот тот самый как раз комбинат вот этот вот железобетонных конструкций номер 355 и асфальтобетонный завод нет ну наверно потом когда нибудь вот это все уберут и так далее все это в итоге построит мост вообще хотят построить двадцать пятом году вот этот автомобильный мост через москва реку ну а набережную нам тоже где-то так даже то есть в этом году будут естественно весь год строить ну наверно где-то вот слепят святом году типа должно по идее закончить ловите люди ходят вот как раз там он стоянка вон он стоит вот это вот причал как раз этот сердце столицы его там приезжать надо вот этот вот траваечка речной короче короче вот так что это тип как бы еще одна одна возможность как доехать до но тут метро будет скоро ну не скоро но вообще несколько лет скорее всего так что тут еще на метро будет ездить звенегородская будет называться но может потом еще как не переменуют вот ведь это жилой комплекс сердца столица это вообще 33 корпуса все огромное количество это несколько огромного число домов а там от 8 до 44 этажей вот увидел сам такие высотные комплексы должен дахс естественно все это стоит это 20 миллионов одно ипотека 130 тысяч рублей в месяц на 30 лет дается да такой вот комплекс ну в общем тут много всяких конечно вот этой застройки да то есть тут очень много корпусов 41 этаж до 19 41 этаж 14 гектаров все это очень много домов и типа бизнеса премиум-класса вот это шлепихинской набережной 34 содерж неподалеку находился прачечная прачечная была тоже для заводов которые здесь находились вот обратите внимание на машины видите машины стоят вот несмотря на то что вроде говорили что помните как что тут подземные паркинги они кстати там есть подземные паркинги в домах но обратите внимание сколько машин стоят около дому вот так что все разговоры по поводу того что вокруг все будет чисто и как говорится красивые сиси цветочки и сады ну как бы мягко говоря не вполне соответствует действительности мы видим что ситуация несколько другая то есть машины на самом деле стоят я так поешь там все подземные паркинги уже забиты не знаю ну в общем не они все не все на и хотят в эти подземные паркинги все-таки денег тоже стоит дополнить ну в общем как то так короче машина стоял сплошным потоком везде там во дворах там внутри детский сад школ находится причем кстати надо отметить что все-таки школ детский сад они государственные то есть они не частные вот обычно бывает так в жилых комплексах подобных вот частные но здесь они государства ну и плитка 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 сплошная плитка убитые газоны зеленье никакой фактически как мы видим да то есть просто ну где где вы видите деревья просто нет ну а и понимаете а их и не было фактически они по по сути тут у дотасов деревьев то нет то что-то промзона была здесь комбинат был железобетонный асфальтобетонные железобетонной конструкции какая тут зелень то ну какие то может деревья были отдельно но понятно что это место, оно просто и не предназначено было для жилья, поэтому это надо тоже понимать. Ну, вот эти вот, где-то такие вот детские площадки, видите, прям среди выжженных газонов, плитки. Вот тут дети играют. Вот. Ну, а здесь стройка тут же рядом, да, тут же плитка, тут же высотные дома, как говорится, над головой. Тут же и самокаты стоят на ходу. Ну, в общем, все вот так вот очень обужено, да, очень все обужено. Все по максимуму просто застроено. Просто по максимуму. Когда говорят, что вот там, допустим, там Тропарево-Никулино, там такая плотная застройка, там, допустим, да, вот во спальных районах тоже. А вы посмотрите, как здесь застроено все. Казалось бы, Пресня, да, это же Пресня еще пока. Ну, дальше там уже, так сказать, хорошо Мневники. Но здесь Пресня, же Шелепиха, это же часть Пресни. Вот. И смотрите, какая плотная застройка. Да. И дальше вот там вот эта набережная строит многополосную. Да, ну, и здесь, конечно, понятно, первые этажи это всякие магазины, кафе, рестораны, разные салоны, красоты там и прочее. Это понятно. Так что вот такой вот жилой комплекс. Ну, здесь где-то, да, вот, от 20 тоже имели 20, 22 от миллиона стоят вот такие вот цены. Вот. Ну, за квартиру где-то в районе 42 метров. Вот. Это, по-моему, самая малометражная квартира в данном комплексе. Ну, он сейчас позиционирует как премиум класс, бизнес-класс. То есть, это как бы такой считается, ну, если не элитный, то, по крайней мере, такой достаточно, так сказать, благородный статус у него. Вот, да, ну, вот. А там уже, кстати, храм построили вот недалеко. Вон, там немножко виднеется за этой стройкой. Ну, понятно, потому что, видите, тут же народ-то приехал тоже. Вон, там маленький, деревянный, правда, храмик такой небольшой. Ну, вот, я сейчас ухожу, уже поворачиваю на улицу Шиногина. На улицу Шиногина, когда-то тоже промышленную. И что мы видим? А мы видим, строится еще один жилой комплекс Сидней-Сити называется. Вот, где кран стоит, а вот этот корпуса, там будет 30-ти корпуса в этом Сидней-Сити. Восемь очередей до 28-го года его будут строить. То есть, вот, если вот это сердце столицы уже построены, жилой комплекс, ну, практически построены, там что-то еще идут, может, какие-то работы, но то Сидней-Сити, это тут, как видите, тут еще стройка вовсю, и она еще будет долго-долго. И вот это раньше был Краснопресенский комбинат. Соответственно, Краснопресенский комбинат тоже, вот, Краснопресенский завод железобетонных конструкций, так вот, если более правильно сказать. Вот, и он выпускал панели, настила для разных зданий. И вот многие пятиэтажки, которые у нас до сих пор стоят в Москве и в других городах, такие дома, вот, К-7, например, и другие всякие, они были как раз выпущены, вот, панели для этих домов, пятиэтажек, они были выпущены именно здесь, вот, в этом Краснопресенском заботе, ЖБК. Он стал работать с 54-го года, прошлого века, конечно. Ну, потом, соответственно, был создан, так сказать, под эгидой первого домостроительного комбината, ДСК-1, который сейчас фактически превратил в строительную организацию, строит дома. Ну, потому что его скупил ФСК-лидер и стал строить, соответственно, вместо производства стал заниматься строительством. Но это и понятно, потому что они на этом специализируются. Ну, вот, видите, теперь, значит, будет тут вот на этой ульце Шиногина, она будет разделяться вот этими двумя комплексами. То есть, вот, с одной стороны, будет сердце столицы ЖК, а с другой стороны, Сиднея-Сити. Ну, сердце столицы хоть по-русски, а Сиднея-Сити, причем здесь Сидней, совершенно непонятно. Ну, тоже там на Москварике, ну, причем здесь, в общем, конечно, Австралия и Москва. В общем, бред, конечно, бред бредовый. С названием Сити, причем здесь Сити. Ну, вот, не могу понять, вот, все-таки, так сказать, вот, людей, которые называют такими названиями жилые корпуса. Да, неужели как-то больше ничего, фантазии не хватает, придумать какие-то красивые названия. Обязательно надо называть как-то вот, да еще латинскими буквами писать, совершенно непонятно. Вот такая улица Шиногина. Ну, да, вот такие вот корпуса. Тут, видите, 41-этажные башни, здоровенные, большие. Ну, там они разной этажности, ну, в целом, конечно, довольно большие. Ну, вот, это Краснодарский завод, он много чего выпускал, даже в 90-е годы работал. В общем-то, панельные дома выпускал. П-44 такая серия тоже здесь выпускалась. Вся Москва, многие, по крайней, районы застроены этими панельными домами этой серии П-44. Ну, и, в общем, каранты этому заводу настали примерно в 2016 году, когда вот этот вот домостроительный кабинет купил девелопер, ФСК-лидер, финансостроительная компания, лидер знаменитая, да, ну, которая, собственно говоря, и, в общем-то, скупила все и стала в итоге все готовить к сносу и строительству на этом месте жилья. То есть, место производства, соответственно, стало появляться, вот, стало появляться жилые дома. И этот процесс, в общем-то, идет. В 2020-2021 годах все было тут фактически снесено на месте вот этого крестопейского завода. Еще раз повторюсь, он был вполне себе действующий. То есть, если кто-то думает, что эти заводы, они как бы ничего не делали, и они, в принципе, были заброшены и прочее, то это ошибка. Это, на самом деле, неправда. Они вполне себе активно работали и работали бы еще дальше. Ну, их просто, так сказать, вот эта компания, лидер, да, ну, и в целом, вот эта политика, да, городская власти, и они просто их развалили. Эти вполне такие живые и действующие заводы, предприятия. Ну, вот, здесь, как видите, тоже все расширяется. Эта вот дорога, строятся, соответственно, новые корпуса домов. А это вот пересыльная тюрьма, знаменитая Пресня, пересылка, да, где вот заключенных их потом пересылают в разные колонии. Вот отсюда перенаправляют. Ну, вот это вот теперь здесь будет заканчиваться, Шелепихинское шоссе. Вот здесь оно будет заканчиваться, вот где вот этот сердце столицы, да. Вот раньше был первый силикатный проезд здесь еще, да. Теперь Шелепихинское шоссе. Видите, даже остановку поставили. Раньше здесь автобусы, насколько я помню, не ездили по силикатным проездам. Ну, может быть, я и ошибаюсь. Да, здесь, кстати, железнодорожные пути были. Да, собственно говоря, почему были? Они как бы есть. Другое дело, что они не действующие. То есть, видите, этот завод, вот эти комбинаты, они, соответственно, вот эти бетонные заводы и разные комбинаты строительной конструкции, они пользуются и железной дорогой, и речным транспортом. Вот они, видите, железнодорожные пути. Но они уже заброшены, и по ним уже ничего не поедет, конечно. Все, там уже кран стоит, наверное, разбирать скоро будут все. Вот. А здесь находился еще один бетонный завод. Это вообще, вот это место, вот я сейчас уже выхожу на первый силикатный проезд, вот здесь вот теперь начинается. И вот даже мы видим вот эту бетонную конструкцию. Это предприятие назвалось комбинат строительных материалов номер 24. А потом бетонный завод Ingeocom. Ingeocom это просто компания была такая, компания, которая вот купила бывший вот комбинат строительных материалов 24. Вот. И, соответственно, тоже занималась там производством разных бетонных смесей. Вот. Ну и все, что связывается там с разными бетонными смесями. Да. Ну, а потом решили здесь строить метро. Вот здесь, вот именно здесь будет метро как раз. То есть, как бы выходы из метро, по идее, должны быть здесь. И Собянин, по указу его, значит, он сказал, что, значит, эти комбинаты, комбинаты бетонный завод нам мешают. И, соответственно, надо его и снести. Ну и вот, собственно, его и снесли. Буквально там год-два назад. Вот. И теперь, соответственно, здесь вот, как видите, пока пустая площадка за вот этой вот, за этим забором бетонным, который остался сейчас старого завода. Ну и понятно, что пустовать она не будет. А здесь будет метро. Вот здесь будет метро находиться. Выходы будут, да? И все такое. Ну, а дальше там Сиднее Сити. Вот эта вся территория. Вон они, видите, там дома. И вот это здесь. Дальше, дальше, дальше. Она все будет строиться. Все вот это Сиднее Сити. Это комплекс до 28-го года. Все это будет строиться. 33 корпуса. Здесь будет еще. То есть сейчас тут сколько корпусов? Там буквально, может, 5-6. А будет больше 30. Представляете? То есть это все, вот эта вся территория будет застраиваться. Ну, и они хоть и разные этажности, но в целом они такие довольно высотные. То есть, все-таки преимущественно преобладать, конечно, будут башни, понятное дело. Ну, может, там и построят буквально, там, может, пару-тройку домиков, 8 этажей, да, ну, мало ли, вдруг кто-то высоты боится. Ну, а так, в принципе, как говорится, в основном будет по 44 этажа. Вот здесь был бетонный завод. Место бетонного завода теперь Сиднее Сити. Ну, и там, в принципе, от 17 миллионов рублей стоит жилье. Ну, пока еще этот комплекс, ни один из корпусов пока не сдан. Хотят первый корпус сдать вот в этом 2024 году, третьем квартале. Ну, вот, а теперь я вышел на второй силикатный проезд. Вот опять Сиднее Сити перед нами, да. Вот он будет как раз находиться между улицей Шиногина первым и вторым вот этим вот силикатным проездом. Здесь, кстати, вот находился, да, бетонный завод. Вот, и вроде как даже какая-то была в управлении механизацией, по-моему, что-то такое. Вот, а вот теперь мы видим еще один жилой комплекс. Это называется Emotion. Ну, почему опять на английский манер, не знаю. Ну, вот так вот. Своя же компания Основа, ГК Основа. Вот, и, соответственно, это вот новый жилой комплекс. Да, он только, как видите, недавно знал, что строится с прошлого года где-то. Вот, там все снесли. Там раньше были тоже какие-то строения, связанные с железобетонными заводами. Разные были, недалеко общежития находились. Детский сад даже был, по-моему, от завода строительной конструкции, как раз вот этого 24-го. Ну, потом все, конечно, понятно, приспособили под офисы. Там, кстати, одна из войсковых частей была, стройбат. Тут управление начальника работ было, который руководил этим стройбатом, судя по всему. Ну, чем так вот. Потом, конечно, все основное использовалось под офисы. Ну, все это снесли. Автосервисы тоже были. И все снесли. Теперь, вам видите, такая большая площадка, где строится вот этот вот, значит, жилой комплекс Emotion. Ну, перевод, наверное, особо не нужен. Эмоции, да, более-менее понятно. Вот, и, значит, это все. Очередная стройка пошла тут. Вот, будет тут 4 дома по 28 этажей. Вот, и даже на сайте этого застройщика указывает, что 28 этажей, это, в принципе, немного. То есть, высота будет невелика, так вот написано. Так что, видите, оказывается, у вас 8 этажей, это уже немного. Ну, да, по сравнению с этими 40-этажными и 50-этажными башнями, действительно немного. Это в два раза меньше получается почти. Полтора-два раза больше. Ну, вот, и тут, конечно, все только начинается. Это будут апартаменты. И хотят, значит, построить первые секции в 27-м году. Так что тут еще пока только-только все действительно реально началось. Там еще буровые работы идут. Буровая техника стоит. Поэтому тут еще все пока там только в начальной стадии находится. Ну, и будет 550 апартаментов. От, так сказать, студии, однокомнатной квартиры, апартаменты и даже четырьмя спальнями будут и так далее. То есть, короче, от 18 метров студии до 140 метров. Ну, и цена, соответственно, от 17 миллионов самая маленькая. Но это, соответственно, по ценам нынешнего, сегодняшнего, 24-го года. А какие там цены будут в 27-м году, ну, кто его знает. Там уже, наверное, у себя будет несколько по-другому. Так что вот еще будут четыре башни. Ну, вот это все. Тут раньше был бетонный завод. Там дальше вот Краснопресенский завод. Два фактически таких строительных завода было. Вот это общежитие, кстати. Вот этот дом, это общежитие. Вроде как обычная пятиэтажка. Ну, нет, это именно... Ну, да, она как бы обычная, но панельная. Но она была именно общежитим строительным. Ну, вот этих от заводов. Ну, потом оно принадлежало вот этой вот компании НГИАКОМ как раз. Общежитие НГИАКОМ было. Ну, а сейчас я даже не знаю, что там. Ну, люди живут, кстати, да. Там речка Таракан, кстати, протекает неподалеку. Да. Ну, вот. Ну, наверное, как тоже, тип, как там общежитие. Я не знаю, дом перевели в городской фонд. То есть, или нет. Ну, я не знаю. Наверное, я так понимаю, что его буду все-таки сносить, скорее всего, это здание. Но, конечно, явно тут как бы не вписывается же в нынешнюю концепцию, да. Вот, ну. Вот. Здесь вот такая вот стройка. Это вот все второй силикатный. Вот оно такое. Одинокая такая пятиэтажка тут. Осталось последний, наверное, жилой дом, да. Ну, вот так это все выглядит. Видите, какие огромадные башни. Это вот все вот строится. Сиднее сити туда дальше, да. Ну, и кроме того, также еще вот сейчас это и вот я теперь уже сейчас выхожу на третий силикатный проезд. А там строится еще один жилой комплекс, который называется Freedom. Тоже на английский манер, что понятно в переводе переводится однозначно как свобода. Ну, типа там вот прям красота, великолепие, типа того. А, вам, кстати, обратить внимание, вот там жилой комплекс, видите, там три здания стоят. Это Big Time называется. Вот Big Time. Это жилой комплекс, тоже построенный на месте филиала автозавода, этого автокомбината. Автокомбината там тоже вот. Это улица Мневники. И там вот здесь вот Зенигородское шоссе и Мневники вот там. Вот это вот, значит, еще угол как бы занимает, да. Вот там тоже был автокомбинат. А здесь был раньше таксомоторный парк. Вот я сейчас выхожу на третий силикатный проезд. И вот здесь вот, видите, эта площадка. Это раньше был 11-й таксомоторный парк. Ну, его давно уже нет, там все снесли. И было непонятно, что эту площадку держат, как бы. Говорили, что тут хотя построили жилой комплекс. Оказалось, что, ну, по крайней мере, пока ее сделали как для метро. Там строят всякие тоннели метро. То есть, как бы такая техническая площадка. Видим, там будет проходить метро. Выход будет вот там, где я пока говорил, да. Вот там, где вот, собственно, между ЖК Сердце столицы и... Ну, а, соответственно, здесь вот будет тоже одно из сооружений. Ну, вот. И вот, как мы видим, тут еще вот Сиднея-Сити. Вот перед нами вот эти дома. То есть, они как бы практически смешиваются. Но эти два разных комплекса. Вот. Два разных комплекса. Разные застройщики. Вот этих вот комплексов. То есть, если Сиднея, это ФСК-лидер. Ну, а, соответственно, Фридом, это Донстрой. Вот здесь вот раньше находился тоже стройбат. И также еще управление механизацией было. База механизации находилась вот на этой территории. Ну, видимо, тоже была связана с этими заводами. То есть, я так понимаю, что тоже помогала в их функционировании. Как бы их связывала. И как-то вот нужна была для функционирования и деятельности разных вот этих строительных заводов. Ну, сейчас вот, видите, построили еще Фридом Донстрой. И этот жилой комплекс уже построен. Там три башни высотой 19-36 этажей. То есть, одна башня 19, другая 27 этажей и третья 36 этажей. Больше на тысячу квартир. То есть, три кирпичных дома. Здоровенных, больших. Там буквально на Москве реке находится. Ну, и там цена идет от 17 миллионов за 36 квадратных метров. Ну, пожалуй, что одна из самых дешевых, да, если так можно сказать. Да еще там с видом типа на Москва реку. Так что, очень все круто. Ну, здесь пока, видите, да, в метро решили строить. Но в дальнейшем я допускаю, что и здесь тоже могут какой-то жилой комплекс впихнуть. Ну, пока этого нет. Там автосервисы чуть подальше. Там он виден с ЖК Утесов, жилой комплекс Утесов. Построены в 19-м году еще. Ну, а дальше там уже, в принципе, МЖК Атом. Это уже более такая старая застройка, скажем так. Ну, сейчас я перейду на другую сторону этого третьего силикатного и покажу, собственно говоря. Вот эти вот Freedom и как еще на Сидней посмотрим. Сидней Сити. Ну, вот, собственно, да. Вот эти вот Freedom. Да, вот тут вот между третьим силикатным и Москвой рекой. Ну, там дальше тоже будут набережные продлевать. То есть, Шелепиховская будет соединяться с Карамышевской. Вот, там дальше она есть, Карамышевская, она старая. Вот здесь за поворотом, там Карамышевская. Ну, а сейчас вот будут продлевать, и там тоже набережная пройдет. Ну, вот, такая вот здесь машина в автосервис. Тоже трубы лежат, видимо, все. Коммуникации тоже будут менять. Толега то, что все перекопает опять. Полностью в этой промзоне, видите, идут сплошные работы. Особенно, конечно, активные, там где первый, второй. Первый, особенно силикатный, Шелепиховское шоссе, вот там особенно активно. Ну, вот я перешел. Вот здесь, вот башни, вот они, видите, это Freedom. Ну, а дальше там за ним уже Сидней Сити. Так что Freedom уже построили три башни. Ну, а Сидней там пока еще строит, но уже тоже скоро начнут заводь в этом году. Вот, это вот вид со стороны третьего силикатного проезда. Ну, и последняя стройка, вот совсем буквально вот недавняя новость, да, вот, что сносят, ну, уже практически снесли забор железобетонных изделий номер 17 на третьем силикатном проезде 10, вот, за железную дорогу. Вон там, видите, вот в конце, и там строится жилой комплекс Джойс, Джойс, ну, видимо, Радости в переводе, значит, да, Радости переводится в английском, тоже на английский манер. Вон там большая стройплощадка. Вот там, кстати, раньше был когда-то еще силикатный завод номер 2 на Красной Пресне, который дал название силикатным улицам, как раз, который занимался производством силикатного кирпича для строек Москвы. Вот, ну, а потом он образовался завод железобетонных изделий номер 17, вот там, по ту сторону железной дороги. Ну, и там теперь MR Group строит, вот, так сказать, жилой комплекс Джойс до 2027 года, это будет продолжаться. Ну, и там будут 58-этажные башни, более чем на 1300 квартир. Вот, так что вот эта территория огромная. Причем, что интересно, там прямо еще рабочие работали, буквально, да, в каких-то цехах, и тут же рядом прямо уже сносили. То есть завод-то живой был, то есть там буквально, вот, все еще буквально до последнего момента производство кипело. И прямо вот приходят и буквально сносят один корпус с другим. Ну, теперь там уже, конечно, ничего не кипит, к сожалению, вот, и будет очередной жилой комплекс. Ну, вот такая вот ситуация в промзоне силикатной улицы. Уважаемые зрители, ну, вот вы сами все видели, в каком состоянии сейчас находится промзона силикатной улицы. Ну, и, в общем, по-моему, тут все предельно просто. И вполне можно констатировать, что этой промзоны больше вообще не существует. То есть, если, допустим, относительно других промзон мы могли все-таки сказать, да, что хотя бы там в Павелецкой промзоне, ну, пусть там два предприятия, три предприятия хотя бы работают, да, допустим, в Звенигоровской промзоне там, по крайней мере, хотя бы одно предприятие, там КБ Мотор, ну, хорошо, пусть его там выводят постепенно, да, и, скорее всего, скоро его уже не будет. И там уже тоже Дон строит, скоро начнет стройку. Ну, пока все-таки работает, пока все-таки что-то теплится. То есть, допустим, в Варшавской промзоне мы могли сказать, что, ну, там, по крайней мере, хотя бы еще завод швейных изделий довольно крепко работает на первом Нагатинском проезде. То есть, хоть что-то. Да, промзон уже нету, но, во всяком случае, хотя бы что-то еще работает. Даже вот магистральные, вот в предыдущей промзоне, магистральные улицы, и то все-таки хотя бы два-три предприятия работают, да, еще. То есть, конечно, очень крепко работает и мельничный комбинат номер три, ну, и два бетонных завода пока еще работают. Один уже под угрозой, там, скорее всего, уже все, но второй пока еще вот работает, да. То есть, в принципе, ну, хотя бы что-то, опять же, пусть промзоны уже нету как таковой, но все-таки что-то хотя бы работает. То, что касается силикатной улицы этой промзоны, то здесь уже вообще ничего не работает. То есть, по сути, хотя работало, как видите, несколько заводов, в основном эта промзона, она специализировалась, у нее была специализация, это именно производство стройматериалов, то есть такая была строительная промзона. В основном там были комбинаты железобетонных конструкций, изделий там и так далее, разных видов, асфальтобетонный завод, опять же, бетонный и так далее. Ну, в то же время был также и масложировой комбинат, филиал, все-таки тоже, как некромайонез упускали. Так что, как видите, по крайней мере, шесть достаточно крупных заводов в этой промзоне было. Вот, еще, кстати, до недавнего времени, то есть, на самом деле, вот эти практически все заводы, ну, масложировой уже довольно давно там, он не работал-то, да. Ну, в общем-то, да, в общем-то и все. Вот масложировой, пожалуй, уже довольно-таки давно не работал, а все остальные вот эти комбинаты строительные, они еще, знаете, еще лет 5-10, они еще довольно-таки активно работали. И Краснопресенский комбинат железобетонных конструкций, и комбинат номер 355 тоже, а уж не говоря там про заводы железобетонных конструкций номер 7. На третьем силикатном проезде 10, да, то есть, там, вы знаете, какая ситуация там буквально, вот, люди еще работали в цехах, да, а там уже и пошел снос, то есть, вполне такое было еще активное предприятие буквально до его сноса. Вот, и вот, пожалуйста, раз, и, соответственно, все это буквально снесли. То есть, там еще часть сухов работала, а часть, так сказать, уже буквально приехал ковш и уже стали все это сносить. То есть, такие вполне были действующие предприятия. И, то есть, они никогда, там, знаете, там, где-то 90-е годы еще там загнулись, да, и, собственно говоря, все. Нет, они еще были довольно-таки активно, в принципе, до самого последнего времени. Вот, так что, ну, может быть, там масло-жировой кабинет, да, он, в принципе, уже довольно-таки давно не работал, это факт. Ну, а все остальное, вот эти все строительные предприятия, они активно работали, потому что вы же прекрасно видите, что у нас и в Москве большие стройки, и в Подмосковье, не только что в Москве ограничиваются, и в других регионах, и так далее. Поэтому все это работало довольно-таки успешно. И, в общем, только лишь потому, что вот эти вот девелоперы дали большие деньги, соответственно, да, то только из-за этого все фактически было уничтожено. Вы знаете, иногда приходится, вот, значит, сталкиваться с тем, что вот, типа, там, вот мы там все черным поливаем, да, что, как бы, на самом деле все не так плохо, на самом деле промышленность развивается. У нас в Москве, вот, много предприятий там построили новых, и так далее. Вы знаете, дело все в том, что, вообще говоря, я же не говорю за всю Одессу. Вот вы слышали, чтобы я вообще говорил, вы знаете, что все плохо там, и вообще все разрушилось, и так далее, и так далее. Так сказать, я говорю о конкретных совершенно промзонах. Вот я вам показываю совершенно конкретные промзоны. То есть, что в них происходит, какая у них ситуация. То есть, не вообще за все, говорю, да, за всю Москву и так далее, а вполне конкретные промзоны. Ну, в частности, вот силикатные улицы. И мы видим своими собственными глазами, да, что, ну, здесь ничего нет, здесь нет производства. Здесь строятся сплошные жилые комплексы. Вот, и здесь, ну, его нет. Еще, может, оно где-то и есть. Там, в Новой Москве, допустим, да, вот там сейчас вроде как-то строятся разные там технопарки и так далее, довольно активные и прочее. То есть, речь не об этом, речь не об этом, речь именно о конкретных промзонах. Вот, и я еще даже почему вот все это показываю, не просто рассказываю, да, грубо говоря, в кабинете, а все это показываю для того, чтобы нельзя было сказать, что да, ты там несешь, да, и так далее, городишь. На самом деле все не так. Все там нормально, все там работает. Ну, вот вы сами видели, да, вот вы сами видели всю картину. Вот я прошел всю фактически промзону. Ну, что там работает? Какие там, какие вы там увидели предприятия промышленные? Где они там, каким образом они куда-то под землю ушли? И куда, где они? Их просто нет. Были хорошие, большие предприятия, да, преимущество стройкомплекса, востребовано все это строительство и так далее. Все, что связано с этим, разные стройматериалы. Ну, а вместо этого, ну, видим одну сплошную стройплощадку. И если кто-то будет говорить, что это все не так, ну, значит, это больной человек, которым надо лечиться, причем серьезно. Потому что, ну, как, отрицать то, что здесь строятся жилые комплексы на месте заводов, что ничего этого как будто бы нет, ну, это глупо. Поэтому мы сами видели своими глазами, что сплошная стройплощадка. И поэтому мы с полным правом, если в других промзонах мы еще что-то могли найти живого, где-то хотя бы, да, хотя бы там в Левецкой промзоне, там хотя бы 2-3 предприятия работающих, да, там и в Звенигородской промзоне хоть одного предприятия, и в Варшавской промзоне хоть одного предприятия, то здесь их просто нет. Просто нет. Поэтому мы вполне совершенно справедливо и на полных основаниях можем сказать, что этой промзоны больше не существует. Просто ее больше нет, вообще нет. Ну, и не будет. И не будет, потому что, ну как, жилые башки-то, кто их будет сносить? Все. Вот они их построили, и все. И понятно, что на их месте завод это уже не появится, да. Это невозможно. Так что, к сожалению, эта промзона, она вот ушла в прошлое вместе с другими. Вот мы рассмотрели уже эта шестая промзона по счету, да, которую я вот рассмотрел. И в итоге вот из шести промзон ни одной не осталось. То есть из рассмотренных нами до этого, вот начиная с Павелецкой и заканчивая сегодняшней промзонной силикатной улицей, мы совершенно четко можем сказать, что эта промзона больше тоже не... Она уже тоже бывшая. Вот. Причем такая все, уже полностью бывшая. К сожалению. Ну и все это, конечно, печально, потому что Москва не рассчитана на такое количество людей, на такое количество, плотную застройку. В принципе, все это, конечно, ничего хорошего этого нет. И качество жизни, оно, конечно, будет неизбежно ухудшаться. Чем больше строится таких вот комплексов, тем хуже будет жить, тяжелее будет жить, скажем так, в Москве. И все это печально, но, еще раз повторюсь, мы просто можем констатировать вот этот факт. То есть, вместо того, чтобы строить новые предприятия, да зачем строить новые? Можно просто было оставить те, они были вполне себе, так сказать, действующие, нормальные, можно было их модернизировать, как-то осовременить, вот, сделать более всего красиво, но и при этом заниматься производством. Вместо этого, вот, видим, строятся, так сказать, огромные жилые башни. Даже не просто жилые комплексы, а целые жилые кварталы. Вот это сердце столицы, там, да, Сидная Сити. Ну, действительно, Сити, потому что, так сказать, это действительно будет город. Это будет такой мини-город. Вот, кстати, там 30 корпусов, больше 30 корпусов, да, ну, вот как, действительно, настоящий, такой, небольшой город. И тут город, там, еще небольшой, и так далее. И тут еще, там, и Моушен построят, и Фридом там же рядом, еще потом что-нибудь, наверняка, тоже там еще места есть, как говорится. И вот, Джойс, там, да, по другую сторону железной дороги. Ну, сплошные жилые комплексы. Все это, конечно, печально. До новых встреч.